В этом году организаторы Женевского автосалона отказались от проведения традиционного мотор-шоу, так как прошлогодняя попытка организовать серию онлайн-презентаций закончилась грандиозными убытками. Теперь от некогда грандиозной выставки осталось только одно событие – вручение премии Европейский автомобиль года. В нынешнем сезоне второе место по итогам голосования занял электрический Fiat 500, от которого совсем немного отстала Cupra Formentor. Далее по списку следуют Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender и Citroёn C4. А вот победителем оказался компактный хэтчбэк Toyota Yaris, которому члены жюри, а это 59 автомобильных журналистов из 23 европейских стран, присудили 266 баллов. Напомним, что после смены поколений Yaris стал короче и ниже, но ширина и размер колесной базы выросли весьма заметно. Кроме того, Toyota нескромно называет новинку самым безопасным автомобилем среди одноклассников. Для справки отметим, что самый первый Yaris брал престижную награду 21 год назад, а в 2005-м Европейским автомобилем года жюри признала гибрид Toyota Prius. В России Yaris не продается уже 10 лет. А вообще из верхней семерки машин европейского конкурса у нас представлены только Skoda Octavia и Land Rover Defender. Пока одни марки объявляют всему миру об отказе от двигателей внутреннего сгорания, другие стараются сделать поршневые машины максимально совершенными. Например, японский Nissan умудрился достичь уникально высокого теплового КПД. Здесь важно отметить, что большинство автомобильных моторов имеют коэффициент полезного действия на уровне 30-40%, и только тихоходные судовые дизели способны похвастаться 50% результатом. Результат Nissan те же 50%, но полученные на бензиновом двигателе. Правда, работать такой агрегат может только стационарно, вращая генератор. То бишь японцы сумели подобрать оптимальный режим работы по оборотам и нагрузке. Никаких революционных решений ниссановцы не применяли, выдавливая проценты буквально по капле. Свой результат дали высокая степень сжатия, обедненная топливо-воздушная смесь, оптимизированная газодинамика, плюс рекуперация отходящего тепла. Через несколько лет Nissan обещает довести разработку до серийной реализации. Продолжение следует...